Это Любовь Соболь. Вчера по всей России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Тысячи людей вышли на улицы, несмотря на противодействие властей. Ни задержания, ни запугивания не помешали гражданам показать. У них есть мнение, и они готовы его отстаивать. В большинстве городов акции были несогласованные. Власти просто отказались их согласовать в приемлемых для людей местах. Это уже традиционный прием наших чиновников. По закону порядок проведения митингов в России уведомительный. То есть люди должны сообщить, где хотят митинговать, чтобы власти помогли им с организацией и безопасностью. Так это должно работать. Но у нас граждане заявляют акции в центре города, где же еще митинговать. Но им говорят, а идите-ка вы лучше на окраины или вот на кладбище можете. Получается не право на митинги, а издевательство над правами. Но иногда чиновники даже не предлагают других мест для митингов, как было, например, в этот раз в Москве. Глава департамента региональной безопасности Москвы заявил, что альтернативные площадки не предложили, потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятий будет проводиться агитация. В законе, даже в нашем законе написано, что надо предлагать альтернативные площадки, но они там решили не предлагать. Вот просто взяли и решили. В итоге люди вышли на Пушкинскую площадь в полном соответствии со своими конституционными правами. И это был предсказуемый вариант развития событий. У людей есть свое мнение, они хотят его высказать и будут это делать. И демонстративные заявления в духе «а мы вам запрещаем, потому что мы так решили» людей не остановят. Кроме Москвы было еще как минимум два города, где власти показали себя во всей красе. Это Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Санкт-Петербурге впервые за долгое время акцию Навального согласовали, причем почти в самом центре, на площади Ленина. В штабе Навального очень обрадовались и стали активно звать на эту акцию, акцентируя внимание, что она будет согласованной. Но не тут-то было. За три дня до 9 сентября власти отозвали согласование, сославшись на прорыв трубы и ремонт. Трубу прорвало прямо перед митингом, а власти ну никак не могли ее починить несколько дней. И мы должны поверить в такое совпадение? Серьезно? В результате большой мирный митинг превратился вот в это. Людей было много, подавляющее большинство из них было настроено мирно, но вот полиция действовала так, что получился не митинг, а разгон. В итоге в Санкт-Петербурге было задержано больше 450 человек. Многие из них очень жестко. И хочется спросить у некоторых чиновников, зачем? Зачем вы это сделали? Вместо согласованного митинга вы сделали массовое задержание людей, включая девочек и пенсионеров. Молодцы, показали лицо власти. А то вдруг кто-то после чемпионата мира стал сомневаться. Еще одним городом с жестким разгоном стал Екатеринбург. И там людей это поразило настолько, что одно из популярных уральских СМИ знаком вышло с таким заголовком. За один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей. Пишут журналисты и они знают, о чем говорят. В городе даже несогласованные акции обычно заканчивались мирно. Люди спокойно выходили, скандировали лозунги и расходились. Но в этот раз было все по-другому. Хватали и задерживали даже случайных людей, которые просто по городу гуляли. В автозаке оказался и бывший мэр города Евгений Ройзман. Он ступился за кого-то из задерживаемых и сам сел в полицейский автомобиль, чтобы поехать в отделение вместе со всеми. Уже после акции у здания УМВД бойцы ОМОН хотели задержать тех, кто пришел просто поддержать своих товарищей. Но будем с призывом, женщины, давайте встанем, там же наши дети, преградили родителей задержанных. В итоге молодежь разбежалась. К грузовикам спецназ возвращался под крики «Вы кого защищаете? Вы не тех защищаете! На своих же детей с дубинками пошли!» Кроме всего прочего задержали и трех журналистов. Они занимались освещением акции, но на них все равно составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга. Пресс-секретарь Главного управления МВД по Свердловской области заявил, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими. После этого главреды ведущих уральских СМИ написали открытое письмо главе следственного управления МВД и потребовали извинений. В конце репортажа из Екатеринбурга есть ссылка на частную беседу с сотрудником главка. В ней он признал, что после сегодняшнего дня у него на душе кошки скребут. И тот прямо тянет обратиться к нашим властям. Чтобы кошки не скребли, рецепт очень простой. Перестаньте людей бить. Люди все равно будут выходить на площади и защищать свои права. Ни разгонами, ни угрозами этого не изменить. У людей есть право высказывать мнение, и они будут его высказывать. Слушайте, господа чиновники, и не говорите потом, что не слышали. Единая Россия проиграла в выборах парламента трех регионов. Иркутской области, Ульяновской области и Хакассии. В четырех регионах губернаторы-единороссы не смогли победить в первом туре. Это результаты прошедшего вчера единого дня голосования. В Хабаровском крае в выборах участвовал действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт. И выборы он проиграл, пусть и отстав от победителя на доли процента. Первое место занял кандидат от ЛДПР, а Шпорт сразу за ним. И теперь будет второй тур. Меньше 50 процентов набрал единоросс Сергей Кравчук, который баллотировался в мэра Хабаровска. Этого все равно хватит для победы, потому что на выборах мэра второй тур не предусмотрен. Но как результат это очень показательно. Сразу понимаешь, почему сняли оппозиционного кандидата Алексея Ворсена. Знали, как люди относятся к власти, вот и сняли. В Хакасии у Единой России случилось еще более сокрушительное поражение. На выборах губернатора действующий глава Виктор Зимин проиграл коммунисту Валентину Коновалову 12 процентов. Победили коммунисты и на выборах парламент Хакасии. У них почти на 5,5 процентов больше, чем у Единой России. То есть явно жители Хакасии оказались не очень-то хорошо настроены к действующей власти. Наверняка оказала влияние на этот результат и поддержка губернаторам повышения пенсионного возраста. Он заявил, что нужно говорить иногда правду и сравнил протестующих против реформы с Бабой-югой. Также второй тур в Приморском крае. Там в рех губернатора Андрей Тарасенко набрал меньше 50 процентов. Хотя исполняющим обязанности в прошлом году его назначил сам Путин. И уж точно не для того, чтобы он проиграл выборы. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова тоже отправляется во второй тур. У нее 36 процентов голосов. С ней Путин встречался совсем недавно, 16 августа, а Медведев вообще за несколько дней до выборов. Но это не помогло победить без дополнительного тура выборов. Видимо, размер средней зарплаты, а во Владимирской области это всего чуть более 33 тысяч рублей, на желание голосовать влияет сильнее, чем фотографии с президентом. В Москве Сергей Собянин, конечно, победил. У него более 70 процентов. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2013 году. И в чем же причина такого роста? Все так прониклись в работу мэра и решили в едином порыве его поддержать? Или в том, что на этих выборах не было Навального и поэтому многим людям не за кого было голосовать? Уверена, что второе. Выборы так и работают. Если есть альтернативный кандидат, который работает и рассказывает про свою программу, то он набирает много процентов. А если вместо кандидатов неизвестны люди, которые еще и ничего не делают, то, конечно, они проиграют. Результаты 9 сентября показывают, что люди готовы голосовать против единороссов. И делают это там, где есть более-менее известные кандидаты, которые ведут активную кампанию. Даже не так важно, от какой партии эти кандидаты – КПРФ, ЛДПР или какой-то другой. И это главный итог этих выборов. В России могут создать специальные суды для рассмотрения дел о репостах и мемах. Про это рассказал специальный представитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Его тезка, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не стал опровергать это предложение и назвал его экспертной точкой зрения. Спецсуды по соцсетям. Спецсуды. Вместо того, чтобы прекратить заводить дела за репосты и вообще отменить статью за экстремизм, у нас хотят создать для этого спецсуды. Вот в таком абсурде мы живем. В России можно сесть за картинку или репост. Жительницу Барнаула Марию Матузну обвинили сразу по двум статьям – возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих из-за сохраненных в контакте мемов. 23-летней девушке из-за картины грозит до 6 лет колонии. Ее уже сейчас до приговора внесли в перечень террористов и экстремистов и заблокировали ей банковские счета. В этом списке экстремистов Матузна пребывает вместе с уже покойным террористом Шамилем Басаевым. Из-за картинок в списке с рядом с Басаевым и с угрозой сесть на 6 лет. И это не вымысел и не преувеличение. Это реально уголовное дело. Как правило, дела заводят на пользователей ВКонтакте. Это самая популярная в России сеть, и она сотрудничает с правоохранительными органами. На волне возмущения Mail.ru Group, которая принадлежит ВКонтакте, выступила за декриминализацию записей в соцсетях. В Госдуме ожидает первое чтение законопроект, в котором предлагается наказывать за экстремистские высказывания только административно, то есть штраф или арест до 15 суток вместо уголовного дела. Смягчение наказания за записи в соцсетях поддержало Министерство связи и уполномоченный по правам человека Татьяна Молсколькова. Она заявила, что важно не расширять искусственное количество людей судимостью. Но вот специальный представитель президента по цифровому развитию говорит не про отмену или хотя бы смягчение статей, позволяющих сажать за картинки репосты. Нет, он говорит про создание спецсудов. Дальше что будет предлагать? Отдельные суды по видеоблогерам, по фотографиям котиков, а то вдруг кого-то оскорбит фотография вашего кота. Нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. На этим абсурдом можно смеяться, но на самом деле это не смешно. Жители России реально преследуют из-за записи в соцсетях, проводят обыски, блокируют банковские счета и угрожают отправить в колонию. Так быть просто не должно. Статьи, которые позволяют сажать никому не угрожающих людей просто за пост, картинку или видеоролик должны быть отменены. Это была Любовь Соболь. Подписывайтесь на наш канал.